Здравствуй, мой дорогой друг, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня это видео будет посвящено микрофону FIFINE AM8, который был любезно предоставлен компанией FIFINE мне на обзор. Но это будет не просто обзор, где я покажу, что это за такой микрофон интересненький, но я его сравню со своим текущим K658 от той же компании FIFINE. Микрофон поставляется в замечательной, красивейшей картонной коробке. Комплектация у него достаточно простая, и очень сильно она напоминает комплектацию K658. В комплекте у нас идет инструкция, непосредственно сам микрофон, кабель Type-C и подставочка для того, чтобы ставить ваш микрофон на стол. На данной подставке на столе микрофон стоит достаточно уверенно. Он не шатается, не болтается, и вот эта шайба, это прям действительно находка, потому что тренога, ну как-то все равно она выглядит, как лично по мне, небезопасно. Вот эта шайба, это действительно очень крутое решение. Сам микрофон является кардиоидным, динамическим, естественно, имеет два разъема, в отличие от моего K658, в котором только USB Type-C разъем, здесь он также присутствует, но помимо всего прочего, здесь также есть еще и XLR разъем. Этот разъем позволяет подключить ваш микрофон к любой звуковой карте, еще более профессионально его настроить и выжать из него все соки. У меня, к сожалению, профессиональной звуковой карты с этим разъемом нет, поэтому буду я его подключать так же, как подключаю свой K658 через USB Type-C кабель. Помимо этих замечательных двух разъемов, и помимо того, что к микрофону напрямую сразу можно подключить наушники, для того, чтобы слушать тот звук, который он выдает, на микрофоне также имеется RGB подсветка. Заранее уже заложено в сам микрофон несколько цветов, но если они вам не интересны, можно просто зажать сенсорную клавишу и полностью эту подсветку выключить. На тыльной стороне микрофона также находится сенсорная клавиша, но уже она теперь отвечает за то, чтобы микрофон можно было полностью выключить. На лицевой стороне микрофона, помимо клавиши смены RGB подсветки, присутствуют два регулятора. Верхний регулятор регулирует усиление микрофона, а нижний регулятор отвечает за громкость выхода звука в наушники. Что касаемо качества записи звука, всю звуковую дорожку к этому видео, включая этот момент, я записываю как раз-таки на этот микрофон. Я не добавлял никаких дополнительных фильтров, я просто достал его из коробки, подключил его к компьютеру, зашел в настройки звука и поставил громкость на 100%. Также мне немножечко пришлось поиграться с чувствительностью, потому что здесь она, как мне показалось, гораздо ниже, нежели чем на K658. Например, на K658 мне, если обратиться к циферблату, пришлось поставить риску на 2 часа, а здесь на AM8 мне пришлось выкрутить чувствительность на полную. И по своим ощущениям я плюс-минус получил примерно такой же звук. Наверняка куда большего качества звука можно достичь путем подключения этого микрофона через XLR вход к мощной звуковой аудиокарте. Но опять же повторюсь, к сожалению, такого оборудования у меня нет, и в сухом остатке получается то, что в принципе он выдает абсолютно то же самое качество звучания, что и мой ныне существующий K658. Ну а теперь я предлагаю сравнить эти два микрофона и вдарить, так сказать, по ним классикой. Сейчас я зачитаю одно из стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, поставлю на экран две картинки этих самых микрофонов, разделю экран напополам, и в зависимости от того, какой микрофон в той или иной сцене будет активен, его картинка будет выделена, так скажем, цветным изображением. Ну а потом в комментариях после прослушивания вы можете поделиться своим мнением, какой же из этих двух микрофонов справился лучше. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И бьется сердце в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. И на этом, пожалуй, все. Больше я не знаю, в какие условия поставить микрофон. Я пробовал записывать видео с ним, обычные геймплейные, как я это делаю. В принципе, он проявляет себя ровно так же, как и мой ныне существующий микрофон. Скорее всего, это связано с тем, что они используют один и тот же тип подключения, то есть по кабелю USB Type-C, а если бы я его мог каким-то образом подключить по XLR, то, думаю, качество звука было бы гораздо выше. Но, в принципе, и так. Звучит он очень и очень достойно, как для обычного USB микрофона, который ты просто покупаешь в магазине, приносишь домой, подключаешь по проводу, настраиваешь чувствительность и громкость под себя, и он уже сразу готов к работе. Это очень и очень достойный результат. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Напишите в комментариях, как вам этот микрофон, понравился ли он вам внешне, понравился ли вам звук этого микрофона. Ну и напишите, быть может, в комментариях, какую бы вы технику еще хотели видеть на обзорах от меня. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся.